Девушки отдыхают Отличные истории локомотивного парка, отыскивая все более раритетные агрегаты. А как насчет монстра на колесах от чехословацкого производителя? Агрегата, который мог бы показать, кто тут папа, всем маневровым локом Союза, самовара, звезда которого погасла, так толком и не вспыхнув. Не получилось, не фартануло. Знакомьтесь, джентльмены, чмэ-5. Восьмиосный тепловоз и только на канале Покемоша Лайф. Тарам! Так-так, что тут у нас? Маневровые чемухи, которые с трудом справляются с супертяжелыми поездами. Фермеры вынуждены цеплять сразу две машины. Ай-яй-яй, какая расточительность. На самом деле, чехословацкие специалисты уже довольно быстро стали понимать, что для горочной и маневрово-вывозной работы в СССР мощности упускаемых ими чмэ-3 вскоре будет явно не хватать. Так оно и вышло. К 70-м, 80-м годам во многих депо в то время стали формировать системы из двух чмэ-3 или даже тем-2. Но не поверить я, еще раньше, в 1969 году, ребята предложили идею четырехосной тележки, которая представляла собой две двухосные телеги с общим межбалочным соединением. По итогу должен был бы получиться восьмиосный экипаж. Этот проект был назван чмэ-4. К 77-му году работа получила реализацию в виде двух опытных тепловозов чмэ-3М, впрочем, о шести осях вместо восьми. Немногим ранее восьмиосный экипаж стали проектировать и в Союзе КБ Людиновского завода, создав к 75-му году первый опытный ТЭМ-7. Эти машины вряд ли могли закрыть потребности МПС в тяжелых и мощных тепловозах для вывозки и горы, поскольку, во-первых, количество выпускаемых в последующие годы ТЭМ-7 было крайне мало, а во-вторых, почти половину семерок забирали себе промышленные предприятия. Такова была воля всесильного госплана. Опять пошли господа из МПС в госты к чехословацким инженерам. Дескать, нужен аппарат и не простой, а особый, чтобы колес было побольше. Вот технические условия, прошу вас. Ну ладно, делов-то. На пригляни уже все ребята. Завод «Локомотивка» Соколова. И вот к июню 1986 года строит он две опытные машины ЧМЭ-5. Тут-туру-туру. Пожалуй, было бы правильнее назвать новинку ЧМЭ-4, но логика опять дала сбой. Ладно, что там по устройству пациента? Собственно, односекционный восьмиосный капотник с электрической передачей постоянного тока и электродинамическим тормозом. Нас сразу заинтересовала главная рама кузова. Она опирается на две промежуточные рамы через цилиндрические винтовые пружины, параллельно которым поставлены гидродемпферы. И вот где порылась собака. Концы этих промежуточных рам подвешены к средним частям рам двухосных тележек. Передача тяговых и тормозных сил от промежуточных рам к главной раме выполнена с помощью шкварней, а тележек к промежуточным рамам с помощью наклонных тяг. Очень похожая конструкция этих узлов была применена и на ТМ-7. Сверху стандартно два капота, передний длинный как сволочь и задний, а также кабина пилота. В переднем капоте спрятаны дизель, почти такой же как и на ЧМ-3, только не шести, а восьмицилиндровый, марки К8С310ДР и тяговый генератор постоянного тока ТД-809. Установлены два турбокомпрессора на всякий пожарный, а через особую коробку передач от дизеля питается еще один гена, уже синхронный, для заряда батареи и питания цепи управления. Он еще покажет, куськину мать, но... Впереди, как обычно, холодильники и компрессор. Сам компрессор не простой, а также особый, с повышенной производительностью до 6,5 кубических метров воздуха в минуту. Холодильники стали на 20 сантиметров длиннее и в полтора раза уже. В заднем капоте фермеры разместили аккумуляторную батарею, аппаратуру для реостатного тормоза и распределительный щит. Тележки, на которые опирается кузов, имеют много общего с телегами от ЧМ-3. Тяговые электродвигатели ТЕ-009 выполнены на базе ТЭДа в той же третьей чмухе, однако они имеют независимое возбуждение. Особая фича с переменным магнитным контуром. В результате крутящий момент возрос на 3,6%. Между телегами топливный бак на 6000 литров. Эй, а кабина? Кабина. В ней расположены два пульта машиниста, основной и переносной. Обзор вперед, конечно, барахло, зато назад огонь. Контроллер, изначально в виде штурвала, имел 12 тяговых и 9 тормозных позиций. Независимое возбуждение позволяет почти сразу переходить из режима тяги в торможение и наоборот. Сигнализация на пульте способна сообщать о 24 неисправностях тепловоза. Первые две опытные машины, выпущенные в 1986 году, первоначально проходили испытания в самой Чехословакии, вплоть до конца года. При этом ЧМО-5-002 стал популягой. Демонстрировался на выставке железнодорожный транспорт 86 в Щерпе. Там был выделен закуток для ЧССР. И вот, смотрите, кроме пятерки еще представлен ЧМО-3Т и даже АЧ-2. А чуть дальше стоит уважаемый ЧС-7. Вот это была выставка. А мероприятие можно прочесть в этом прекрасном журнале. Там и про нашего героя написали. Ну ладно. В марте и апреле 1987 года обе опытные машины передали в депо Люблино, московской дороги, где продолжили испытывать уже на маневровой работе. Депо Люблино имело большой опыт эксплуатации и ремонта ЧМО-3, фактически с самого начала постройки последних. Поэтому освоение новой техники должно было пройти без шума и пыли. Однако реальность внесла свои коррективы, но об этом ниже. При испытаниях на тепловозах часто присутствовали представители завода, локомотивка Соколова, обучая местных маневровых пилотов и попутно собирая отзывы о машинах. В результате в декабре 1990 года завод строит сразу 10 тепловозов с номерами от 003 по 012. Вопреки ожиданиям, всю партию старушек отправили на Донецкую дорогу в депо Дебальцево-сортировочное. Бигбоссы посчитали, что машины станут нужнее на вывозе тяжелых составов по Дебальцевскому и Ясиноватовскому узлам. Однако они не учли, что депо в плане базы для освоения новой техники было гораздо слабее, чем Люблино. Итак, джентльмены, мы имеем 12 машин, 2 из которых катаются на московской дороге, а 10 на донбасской. И что же, спросите вы, как он показался бригадам? Как ни странно, мнения разделились. Начнем с Люблино. Одни фермеры утверждают, что люблинским машинистам тепловоз очень понравился. Просторная кабина, бытовой холодильник, рукомойник с горячей водой, стильный штурвал контроллера, большая высоковольтная камера, как на ТЭП-70. А независимые возбуждения? Это просто сказочность. На четную горку надвигали составы весом в 8 тысяч тонн, куда там чем и три. При этом тепловоз вообще не боксовал при работе. Еще парад позволял двигаться с заданной фиксированной скоростью. Задал 3 км в час, едешь 3 км в час. Задал 7, едешь 7, белиссимо. Вместе с тем сообщалось, что машинисты избегали ЧМ-5, мотивируя это слабой и глючной электроникой аппарата. Особенно доставляли электронные блоки управления реостатным тормозом. Тем не менее, тепловозы продолжали таскать составы на московском узле, но к началу 90-х случилось страшное. Первым сначала зачах, а потом и вовсе сломался 001, а затем, видимо, из чувства солидарности и второй чемух. В этой ситуации даже представители ЧКД Прага оказались бессильны. Причиной же, по непроверенным данным, стал выход из строя синхронного вспомогательного генератора. Того самого, который хотел показать Кузькину мать. Почесали деповчане затылок, да и задвинули об локомотива в тупичок дрянинга. На черный день, так сказать. К 92-му году обе чемухи больше не работали. А как же дебальцевские машины и машинисты? Там все получилось еще хуже. С одной стороны, да, новая техника, мощная, удобная. А с другой, оказалось, мало желающих изучать ее. Проще было сказать, что машина, мол, сырая. Однако роковым в судьбе ЧМ-5 стало не это, а то, что руководство МПС не подписало в 90-м году договор с ЧКД Прага о сервисном обеспечении пятерок. Поэтому депо Дебальцево на конец 1994 года не имело ни ремфондов, ни запчастей для ремонта, ни необходимого оснащения для, опять-таки, ремонта. Прекрасно. Предсказуемой стал отставка от эксплуатации всех десяти дебальцевских машин в период с 1994 по 1997 год. Одним из самых стойких оказался ЧМ-5-003. Еще в 1997 году его можно было видеть на участке Одессиноватой Донецк, то ли с пассажирскими, то ли с пригородными поездами. Как же так получилось, что новая, перспективная и очень дорогая техника оказалась под забором? Ведь по факту тепловоз более чем достойный. Излечить детские болезни, что-то пофиксить, допилить и вуаля! Причин несколько, едва ли не основная. Пока шел выпуск установочной партии и все такое, перестройка набирала обороты. Советский блок начал рушиться, что привело к прекращению экономической интеграции между Союзом и Чехословакией. А тут начало девяностых, разруха, спад перевозок, огромный избыток парка. На многих станциях снимаются маневровые тепловозы. Кому в таких условиях нужен был новый, пускай даже супер-мега-крутой локомотив? В то же время европейская сторона захотела получать оплату в виде полновесной валюты. Да еще ощутимо подняла прайс на, можно сказать, эксклюзивные запчасти. Маленький факт. В ценах на январь 91-го года один тепловоз ЧМО-3Т стоил 1,240,000 долларов. ЧМО-5, понятно, еще дороже. Еще причина – пресловутый договор с ЧКД «Прага» о сервисном обеспечении Люди Бальцева, который так и не был подписан. Безусловно, повлияло и то, что в Союзе уже был свой, примерно равноценный локомотив ТМ-7. Да и просто, зачем заморачиваться с освоением ремонта ради 10 машин, когда кругом достаточное количество хорошо изученных ЧМО-3. Как-то так, друзья. Проследим дальнейшую судьбу отставленных от работы тепловозов. Сначала Люблинские машины. К 94-му году локи все еще комплектны и, полагаем, ремонтопригодны. Но уже спустя два года аппарата не узнать. Злые фермеры заботливо сняли все лишнее. Да, печаль. Спустя еще два года. Состояние пациентов заметно ухудшилось. Это 001-я, а вот 002-я чмухи. Грустно девушке. Дальнейшая судьба Мартен и реинкарнация в вилке. Тепехнемся в Дебальцево. Третья машина. Ее судьба интересна и трагична вдвойне. Она, как мы уже говорили, работала на Донецкой дороге едва ли не дольше всех. Однако в конце 90-х все же очутилась на базе запаса Чернухина. Рожаветь бы ей и рожаветь. Но вдруг в 2010 году выдергивают с базы запаса и переправляют в родное депо Дебальцево. Там дискотечные кудесники начинают проводить комплекс реанимационных мероприятий и профессиональную покраску сертифицированными кистями и аэрографами. К апрелю 2011-го тепловоз стал выглядеть так. Ах, хороша чертовка! Оказывается, машина вытянула счастливый билет. Ее подготовили для Железнодорожного музея в Киеве. Да, на станции Киев-Товарной планировалось создать музей УЗ, для которого и готовили ЧМ-5, а также ВЛ-800, Д-1-730, ТЭП-60 и еще много раритетов. Ну что это? Февраль 2012-го года, тоже депо. Машину разбирают для утилизации в лом. Да как это? Нет, невозможно. Оказывается, возможно. Тепловоз, восстановленный для музея годом ранее, был безжалостно пущен в расход. Не ведают, что творят. Машины с четвертой по седьмую, после завершения карьеры, также были переданы на базу запаса Чернухина. Их судьба стала менее яркой. Примерно к 2012 году аппараты по-тихому распилили. Не сохранилось даже за худалой фоточки. По курсу ЧМА-5008, его жизненный путь оказался совсем иным, отличным от других локомотивов. 16 сентября 1998 года машину торжественно передали в Донецкий железнодорожный музей. За ней ухаживали, периодически красили. Вот фото 2007 года. Достойность состояния для локомотива постсоветского пространства. Затем зачем-то тепловоз перевозят в уже набившую оскомину депо Дебальцево, но не пилят, а культурно освежают, меняя при этом палитру. Не палитру, внимательнее будь. Вот состояние машины на 2012 год. Прекрасный, как видите. Как нам стало известно, аппараты вновь готовили для музея. Увы, вмешался злой рог. Спустя несколько лет тепловоз вывозят из депо на станцию Ясиноватая. Это фото 2016 года. Спустя три года на той же локации. Нехорошие люди дербанят машину, не понимая, какой это раритет. Фото коробочки спустя еще год. Сентябрь 20-го. А это март 21-го года. Постапокалипсис какой-то. Бедолага стоит сцепленной с ТГМ-9001 и Т3-76-43. И знаете, это единственный на сегодняшний день сохранившийся ЧМА-5 во всем мире. Можно ли его восстановить, как думаете? Девятая, десятая и одиннадцатая машины сгинули в огне мартыновских печей в десятых годах. Наконец, крайний двенадцатый локомотив. Отработав свое, он внезапно стал памятником в городе Волноваха. 4 августа 2000 года был торжественно открыт монумент с тепловозом в главной роли. На особой табличке специальные люди написали «Установлен в честь 130-летия Донецкой дороги как символ города Волноваха и уважение, почетного труда многих поколений железнодорожников». Машина поддерживалась в культурном состоянии, подкрашивалась и вообще радовала глаз. Отлично, респект. Что ж такое-то? Вот ведь не везет этой серии. 2012 год. Уже порядком надоевшие депо Дебальцева. И памятный тепловоз. Какого художника? Театру, увы, снять тепловоз с постамента, чтобы распилить его в металлолом. В том же 2012 году. Это мощно, а главное, самое то для сохранения исторического наследия. На опустевшем постаменте прописался вот этот парик серии R. Безусловно, редчайшая машина. И кроме как сюда, больше некуда поставить. А что думает уважаемый зритель об этом? Жаль ему ушедший ЧМ-5 или просто до лампочки? Джентльмены. Ролик близится к завершению. И мы хотим представить вашему вниманию маленький эксклюзив. Проект гибридного тепловоза ЧМ-5 с токоприемником на голове. В смысле на кабине. Эдакий дизель-электровоз. Судя по быстродействующему выключателю, аппарат предназначен для работы на постоянном токе. Можно нажать на паузу и поделиться на спецификацию. Что скажете? Годнота или фуфел? Увы, тут не указано, как бы назывался сей агрегат. Поэтому мы объявляем мини-купер, в смысле мини-конкурс, на самое оригинальное и смешное название гибрида. Наиболее интересные никнеймы будут показаны в следующем видосе. Вот такая она судьбинушка чехословацкой машины, которая вполне могла бы стать частью привычного антуража многих крупных сортировочных станций Союза. Но, как говорится, не получилось, не фартануло. А вернее, не в то время появился тепловоз на свет. Результат известен. Спасибо большое, что досмотрели до этого места. Всех еще раз с наступившим 22-м годом. Оценивайте этот ролик лайком или дизом. Пишите комменты. Проверьте подписку на канал. Всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok